не понимаешь политической ситуации здравствуйте что мне такой за кого расскажешь что я не знаю а кто вообще сказал что я вам что-то буду рассказывать чего вдруг решили такую глупость думка о чем ну сейчас и гарно прекрасно а кстати у меня к вам вопрос вы вообще решили что я должен понимать украинский язык да вот вы для себя решили нет и мы с вами на русском говорить о вот давайте на русском тогда разгар потому что знают народов из таджикистана и заходишь сюда и со мной начинаю сразу на украинской мове я конечно могу напрячься и пытаться что-то понятного но как-то не языке что языке на украинском языке о слушайте вы как-то поменяли в мое мировоззрение обычно говорят мова это на украинском языке мова ну хорошо русском это звучит на языке слушайте вы меня радуете с каждой минуты вы уже даже говорите русский язык не говорите российский но что такое русское что такое российский ну у вас на украинском языке почему-то говорят российский язык они русские опять же я не знаю почему-то ну нет такого понятия русские есть российский серьезно кто он такую глупость сказал а почему говорят великий русский писатель они великий российский писатель вот например антон павлович чехов или гоголь термин 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 кстати а почему гоголь тоже великий русский писатель они украинские ну и история об этом умолчивает серьезно а зачем он по-русски писал но в разное время были разные ситуации кстати прославлял украину помните вечера на хуторе близ диканьки ухты конечно мертвые души а тарас бульба обалдеть а великий русский писатель почему-то не украинский ну потому что мы вы туда были при совке приговора не было по ним три гоголя не было а гоголь при совке был до меня я дитя революция да я понимаю шоу те времена была только творится литература сельского союза то не было там украинские русские тогда кстати вот тарас этот григорий шевченко тоже был великий русский писатель да просто хрени на обалдеть я вообще тащусь почему великий у вас почему не великий советский велики все вахи хренили под камеру но русский писатель пушкин тоже русский писатель велики другие не знали что кипами советские не ну паны вы знали всегда вот западная часть особенно но посещаем к как бы русские писатели а все-таки паны на хера вас да и кто их там разбирать такое дело а вы откуда будете я из киева ухты привет киеву как-то воз пока тихо и пусть так и остается чтобы так вот не как чтобы вдоль как можно дольше лучше всегда спасибо не сильно сирены были но что-то слава богу не на каркайте не на каркайте постучите об ну да ну да о чем здесь беседуете вообще кроме великих русских писателей вы мне первое то про просто прописать или заваля вот так обо всем на чему только можно на что позволяет много посылает куда подальше пешие эротическое путешествие я тоже я вы знаете что интересно вот с вашей стороны они как посылают вот эти в трехэтажный как пошлют тут же отключаются и бегут впереди меня пошел туда прихожу а там уже занята все ваши там вот тогда удивить удивительно поднимаю да 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 что сказать хорошего ночи всем хорошо и вам тоже дай бог всего хорошего всего доброго спокойно но мирного неба на голове вам тоже вот это вот и здоровье оставайтесь живым удачу спасибо до свидания хороший человек даже троллить не хотелось здравствуйте здравствуйте раньше картины или ковры вешал чтобы на стенах в обои дырку закрыть а у вас с какой целью висит вот этот материал потому что мне нравится понятно нет вопрос почему россиян так интересует этот вопрос почему никто не может понять такую скажем так такое понятие что человек должен делать то что ему нравится что у человека есть право выбора право голоса он должен делать то что он хочет и ему никто не имеет право указать и говорить что это не так почему вас так не учили вашей стране меня только так учи я всегда делаю то что я хочу я говорю то что я хочу и мне пофигу кто что мне скажет и кому это понравится или не понравится я полностью свободный человек почему это вас так задевает я уже это вы у меня наверное 150 за сегодня ухты который спрашивает с какой целью а просто логического объяснения что мне нравится я хочу это мой выбор не ну просто мне интересно почему флаг анголы у вас висит это не флаг анголы нет загуглите посмотрите как выглядит флаг ангола именно так черно-красный посмотрите загуглите сейчас как выглядит флаг анголы я смотрел там еще герб должен быть у вас герба нету может не нарисовали ну так уже это не флаг анголы можно это понять почему опять же таки вы доказываете все что это флаг анголы если это не флаг анголы у вас вот флаг украины какой ну скажем блакетные снизу желтый дальше правильно теперь смотри а у вас какой флаг подождите теперь вопрос такой смотрите то есть ваш флаг официальный это сверху синий вернее или голубой а снизу желтый правильно а если на этом флаге напишут русский корабль иди туда или например воткнут три зуб или еще не понимаете что есть национально это не будет ничего означать это не будет национализировано то есть это не идет каким-то символом написание но это уже символ да вы меня прервали да поймите что это не флаг анголы можно почему я договорить хотел по поводу флага вот отношения вашу вашему флагу можно вас как-то беспокоит наши отношения к нашему же флагу конечно я считаю что чего почему у вас в другой стране вы совершенно другой нации интересует что происходит другой вы вообще стране которая вас никак не касается мы что хотим то и пиши на нашем флаге нам нравится так мы хотим так да блин разберитесь в своем говне у вас дети в говне тонут у вас 32 процента населения живет без газа без какого-либо газа вас люди нищие 80 процентов людей нищих вы умираете у вас нету дорог нету туалет у вас ставят общественные туалеты за 400 тысяч рублей при том что не могут унитазы сделать в квартирных домах вам рассказываю что вас рубль крепчает блядь что вы так все у вас хорошо но при том вы не можете свой долг заплатить который вы должны почему-то не знаете почему подождите давайте по очереди говорите вы так не хочу мне не интересно вас слушать потому что вы несете бред вы очередной россиянин который несет бред который рассказывает кому-то как ему нужно жить что ему нужно делать где ему нужно что писать и что это видели те россиянам не нравится вы не знали что россияне сколько у вас время важно не важно вот мое время посмотрите пожалуйста вот сюда вы видите 1531 да как вы думаете где я нахожусь ну где-то за границу уже убежали да так вот так а почему убежали такая же великая страна хорошая я следую заветам ваших президентов которые говорят весь мир с вами вот я с вами так а почему вы мне мозг выносите вы же мне тут вставляете вставлять вы мне слова да не даете сказать я пытаюсь да потому что уже 150 человек все я наверно устала мне надо наверное ложиться спать тоже каждый спокойно меня этот спокойной ночи нет смотрите я просто я объясню вам не надо мне объяснять потому что сегодняшний вечер выслушала столько оскорблений в свою сторону что я не выслушивала за всю жизнь так вы же вы же сами себя так ведете вы со мной даже не собака павлова чтобы слюна на цвет тек протекла правильно знаете стране идет война эти говорят пусть тебе ядерным оружием ударит и так далее ну это бывает срывается если я прошу у вас извинения если вы действительно не поддерживаете то что творится просто то ну как бы я даже сказать не даете вот 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 удивить я не хочу говорить выговариваться давайте я вам пожелаю я вам пожелаю спокойной ночи до свидания я не могу человека и так накипела а я еще сейчас начну и пусть человек пойдет хорошо спать ляжет вот серьезно от души мирного неба над головой здоровья чтобы все было хорошо спокойных снов